всем привет дорогие друзья начинаем свой очередной обзор крымского моста сегодня 23 июня 2018 года снимал с трех разных точек время разное вот на данный момент сейчас время 5 часов 10 минут утра солнце только начинал сходить когда поехал шел дождь еще сомнения такие были ехать не ехать ну пока вроде доехал немножко распогодилось и тоже прекратился но небо еще такое хмурое было температура воздуха я забыл сказать плюс 22 на данный момент была температуру воды не мерил не знаю наверно также где-то если народ уже купается вовсю пофигу им дождь снег и прочие метели и осадки равно купаются моржи наверное вот видок сверху посмотрим давно не было далеко не залетаем ветерок такой был не очень сильный но был в микрофоне это слышно я так звук немножко убрал задувает начинаем с цементной слободки вот это я уже снимал 6 часов видите активные работы начались на самой самой эстакаде железнодорожные уже вот кран загнали на нее и первую опору но она не первая по номеру где заканчивается металлоконструкции эстакады вот что-то там делают с ней народ во все работает возьмем их поближе посмотрим чем они там занимаются чем-то занимаются толком не видим идем дальше видим еще один кран стоит взялись за этот начали до ума доводить теперь здесь уже металлоконструкции выровнены все и здесь всего вот начинают вверх корыто само где дома доводить прочитал информацию что скоро подъездные пути откроют движение со стороны там они на подъездных путях железнодорожных будут там поезда кататься тепловозы наверное еще что-то но только на подъездных как раз это и опробуют они их они уже почти готовы до моста собираюсь съездить показать вам обязательно это сделаю как сейчас чуть-чуть побольше там работы пройдет и мы с вами посмотрим это все делаем вот по тоннелю какой-то молодой человек идет а может он немолодой тоннель уже вовсю там видите уже облагородили небольшие откосики вот как на выходе из тоннеля щебеночкой засыпали мы еще с вами видели пластмассовые ячейки такие крепили на откосы и в них засыпали щебенку чтобы она в процессе со временем не рассыпалась а была на одном месте идем с вами потихонечку дальше смотрим здесь у нас все на мази вот они стыки здесь занялись вот там шлифовали что-то там еще видите вот он тащит его туда вниз жак а это не это извиняюсь это вот фонарик электрик наверное темно под пролетом и вот туда наверно сейчас освещение готовит идем с вами дальше вот смотрим это какой-то космонавт гляньте ну это как правило в такой спецовке это кто пескоструйством занимается пескострую детали металлоконструкции или покрасочники но это здесь вот мы как-то видели с вами здесь пескострую ли вот подогнали какую-то баржу стоит мини баржу рыбу наверно ловить будут ну шучу конечно видите стоит что-то сами задумали ну а так в общем и целом смотрите пролет металлоконструкции всего готова уже напомню вам 26 опорам оставалось на 20 число сейчас может быть уже и 25 потому что там одна опора почти готова с вами там дальше увидим но пока не будем торопиться будем считать что 26 осталось из всего железнодорожных 307 автомобильных было 288 вот считайте всего сколько 307 плюс 288 посчитайте сколько опор всего в мостовом переходе добрались мы с вами до первого стапеля смотрим здесь вот говорится жизнь в разрезе что там у нас творится здесь почти уже готовы можно двигать будет дальше сейчас посмотрим мы с вами готовность опор металлоконструкции в принципе на стапеле готовы можно на движку сделать ну скорее всего опора еще не готова до конца степень конечно высокая вот видите как на скользунах стоит ну да вот смотрим опора почти готова сама сейчас занимаются сейчас на с другого ракурса это посмотрим занимаются там установкой скользунов ну вот собственно говоря мы с вами сейчас и смотрим это это уже с нового ракурса мы с вами посмотрим сейчас на стапель как он выглядит вот здесь я вот снимал это самое раннее время было пять часов утра с крепости вот именно здесь не по порядку снимала так как мне было удобнее там было 6 утра здесь 5 утра ну вот собственно говоря также мы с вами сейчас видим как на скользунах стоит металлоконструкции стоят и вот аванбек видите снизу он снизу он скошен это специально для удобства чтобы наезжать на скользуны он на них наезжает приподнимает соответственно ну мысленно представляете как это все дело происходит ну сейчас разглядим опору с другого ракурса внизу работа идут ну вот собственно самая говоря сама опора смотрите данный подферменник готов сейчас занимается установкой скользунов вот сварщик покурю нет сварщик варит помогают сварщику варить вот временные какие-то металлоконструкции готовят для установки скользунов а собственно говоря металлоконструкции уже готовы чтобы сделать надвижку здесь вот уже установил установили но сейчас на той опоре все это сделают и фактически вот уже два пролета можно будет двигать потом опять будет дело за сборкой металлоконструкции тоже на один пролет двинут или насколько там на стапеле места хватит и дальше будут опять собирать машин сейчас на автомобильной части как вы видите не очень много но в раннее очень раннее утро я решил что пока солнце потому что она стала если бы попозже приехал солнце было бы как раз в объектив камеры и мы бы с вами ни хрена не увидели а так вроде немножко конечно серых тонах но хорошо четко все вот пройдемся теперь по опорам с этой стороны они самые близкие к мысу как буруны здесь все можно просмотреть в деталях в мелких деталях и подробностях вот мы с вами сейчас этим и займемся здесь видим ригель и еще в лесах стоит ну люди там занимаются и вот смотрим с вами идем дальше здесь мы с вами видим ростверк забетонирован занимаются установкой опалубки на колонны две колонны вот видите да начинают устанавливать опалубку сухарики уже развесили для для соблюдения защитного слоя для соблюдения защитного слоя и устанавливают опалубку переходим к следующей здесь тоже самое ростверк забетонирован и ставят опалубку на колонны здесь побольше уже поставили вот ближняя к нам колонна почти вся уже в лесах теперь будут ее укрепить да темп конечно поражает еще недавно мы эти колонны и опоры с вами видели там конь не валялся а сейчас уже колонны бетонируют ну вот здесь собственно говоря тоже еще недавно смотрели мы как и лососы работали уже занимаются ростверком нижнюю часть забетонировали и сейчас занимаются армированием собственно говоря самого ростверка выпуска арматуры видим да торчат опалубку нижний ряд установили это когда нижний ряд бетонировали ростверки это напомню кому тому кто еще не знает или забыл это монолитная железобетонная плита в нижней части опоры служит для равномерной для равномерного равномерного распределения нагрузки по свайному полю как правило там 14-16 свай погружено в них опущены металло армокаркасы заговариваюсь еще рано утром еще не проснулся наверное язык заплетается ну здесь вот смотрим да вот собственно мы видели еще недавно на тех опорах вот такая вот была картина ну занимается внутренней частью видите поставили треногу на трубу сваю и занимается внутри чистит ее вот шланг там лососка откачивая жидкий грунт жидкий грунт откачают как помоют стенки и начнут устанавливать ребра жесткости наваривают арматуру а мы с вами подошли к стапелю к очередному к морскому смотрим что здесь у нас вот смотрите хорошо видно здесь домкраты какими толкают вот они видите красным установили опорная рама в нее она с проушинами в нее вставляют домкрат вот видите и она упор сзади с левой стороны упирается домкрат в упоры и выдвигает шток тем самым приводя в движение всю металлоконструкцию два домкрата там стоит слева и справа ну и вот смотрим мы надвижка здесь была вчера или позавчера она почти подошла к опоре вот видите здесь еще мы с другого ракурса это посмотрим если мне память не изменяет это опора 260 по-моему вот почти вплотную подошла к ней это сразу здесь она не мешает видите металлоконструкция а сзади уже можно будет на стапеле собирать потихонечку следующие конструкции укрупнять их соединять между собой так что вот ну вот и считайте 260 почти до 260 опоры дошли а фарватерные опоры с этой стороны 253 то есть 7 пролетов 260 253 7 пролетов да 7 пролетов ну в среднем где-то по 60 метров 420 метров еще здесь толкает ну 420 400 может быть там небольшие такие округления здесь полным ходом идут на опорах работы видите и вот 254 там где была забита золотая свая вот она по-моему тоже начинаются работы и лососки там стоят откачивают или это не она не это 255 наверное да 254 ближе там с другого ракурса будет лучше видно посмотрим мы точно скажу вам сейчас то могу ошибиться 255 наверное была ну и посмотрим что под мостом под под арками вот они палы как они будут выглядеть видите в круг погружены трубы сваи трубы сваи забетонированы а внутрь засыпан щебень на сами арочки сейчас мы переходим с вами на другой ракурс посмотрим вот он опять это стапель этот наш ну и посмотрим сейчас вот с другого ракурса 260 опору насколько до нее дошли дошла надвижка до нее металлоконструкции ну вот она видите прям почти над опорой зависает и здесь занимается ригелем дело еще нескорое неделю как минимум если не больше хотя больше пока там бетон схватится как его забетонируют ну и вот мы пройдем с вами сейчас по низу посмотрим железнодорожные опоры ближе к фарватеру ближе к аркам и вот здесь 255 и 254 опоры вот и лосос подогнали уже на 254 и занимаются ей там вовсю вот видите желтый желтый лосос стоит машина и жидкий грунт откачивают из трубослай значит занялись и милет ну да мы опять с вами подошли к аркам посмотрим сейчас на сами арки и пройдем с вами до до надвижки со стороны там они посмотрим как там дела идут здесь вот видите опоры уже тоже почти готовые большинство занимаются на самих ригелях где-то непосредственно ригеля отливать будут где-то уже ставят скользуны и ну в общем и целом вот она надвижка сама идет здесь 11 с половиной пролетов было по моим подсчетам я считаю до стапеля кто-то считает полностью все здесь 222 опоры по 252 идет надвижка порядка где-то 1900 с небольшим метров вот эти где ставят 4 пролета там последние поставили 213 214 пролет это на месте прям сразу укрупняют металлоконструкции и двумя кранами ставят их на место ну и заключение посмотрим на сами арки и на их не опоры как там все нормально вроде тут все хорошо пробежимся быстренько по ним чтобы не забывать ну а я на этом друзья купаться и загорать до свидания так не не Продолжение следует...